Говорит Черкесск Здравствуйте в студии с новостным блоком «Умарти Киев». Куротко о некоторых темах. Из ковидного отделения Черкесской городской клинической больницы выписаны последние два пациента. Спрос на курорты Карачаево-Черкесии в летний период повысился на 14%. Команда студентов-волонтеров из всех субъектов Северокавказского федерального округа примут участие в экологической игре по сбору мусора в Архызе. Спортсмен из Карачаево-Черкесии Азамат Кубанов завоевал золото чемпионата по джиу-джитсу. Далее об этих и других темах подробнее. Карачаево-Черкесию посетили сразу две представительные казачьи делегации. Одну возглавлял атаман кубанского казачьего войска Александр Власов, другую – атаман терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов. Они прибыли обсудить с казаками Карачаево-Черкесии планы по военно-патриотическому воспитанию молодежи и сохранению многовековых казачьих традиций. Но первым делом ключевые вопросы жизни казачества в республике атаман обсудили с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Тимрезовым. Сегодня мы видим, что казачество активно принимает участие в специальной военной операции. И сегодня каждая из войск очень большую, огромную работу проводит и в гуманитарном плане. И эта работа проводится ежедневно. И каждый из атаманов много раз уже его езжали и были на месте, координируют там определенную работу. Но здесь, наверное, мы сегодня больше говорили о молодежи, о патриотическом воспитании нашей молодежи, о тех планах и задачах, которые мы можем совместно реализовывать вместе с органами государственной власти. Команда студентов-волонтеров из всех субъектов Северокавказского федерального округа примут участие в экологической игре по сбору мусора в Архазе. Центральное событие мероприятия – эко-игра по сбору мусора. Команда студентов-волонтеров по 5 человек из каждого субъекта, всего 35 волонтеров, примут участие в однодневном соревновании по очистке курортной зоны от мусора. Команда-победитель, собравшая наибольшее количество отходов, в качестве награды получит четырехдневно оплаченный отдых на курорте. В 19 школах Карачаева-Черкесии появятся современные центры детских инициатив. Это будет место школьного объединения, настоящий штаб для ребят, место встречи сборов, где самые активные ученики будут заниматься внеурочной деятельностью. Для работы центра будет выделено отдельное помещение, либо зона в рекреации. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Лейла Атаева. В программе «Модернизация системы образования» есть четыре основные задачи, шесть мероприятий. И одним из мероприятий идет как раз открытие центров детских инициатив. Что это такое? Это некое зонирование пространства, в котором будет собираться актив школы. Таким образом, подобная зона рекреации для детей-активистов – это российское движение школьников, это представители движения юнармии, это различные, может быть, школьные спортивные клубы, это могут быть дети, которые занимаются в театральных кружках, ну и разные другие активности, которые сопровождают сегодня жизнь школьника. И надо дать детям возможность своего такого пространства, в котором они могли бы обсуждать интересы, обсуждать какие-то возможные мероприятия, в которых они бы хотели принимать участие. На базе Черкесской городской клинической больницы из ковидного отделения выписаны последние два пациента. По данным регионального Минздрава, здесь будет уменьшено количество койко-места до пяти, но само отделение закрываться не будет до полной победы над коронавирусной инфекцией в республике. В настоящее время в республике лечение от COVID-19 проходят 10 пациентов. В ходе капитального ремонта в Центральном парке Республиканской столицы строители обнаружили склеп ориентировочно XIX века. По мнению историков, в нем могут быть захоронены либо основатели станицы Баталпашинской, ныне город Черкеск, либо священнослужители бывшего Никольского собора, здание которого ранее находилось неподалеку. Есть вероятность, что после того, как ученые определят границы захоронения, часть Центрального парка Черкеска будет признана объектом культурного наследия. Информацию комментирует начальник управления ЖКХ мэрии Черкеска Сергей Елисеев. Археологи занимаются обследованием этого захоронения. После того, как все меры по обследованию будут приняты, возможно, получится определить, чье это захоронение. После этого будет принято решение уже о его перезахоронении. То есть это захоронение будет отсюда убрано. В том числе сейчас проводится работа по определению границ участка на территории Центрального сквера, на который будет также учеными, которые сейчас занимаются, наложены определенные условия использования. То есть, скорее всего, некий участок будет признан объектом культурного наследия и ряд работ на нем будет запрещен. Усть-Джикутинская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее социальных прав, которая необоснованно была отказана в выплате пособий. Тему продолжит старший помощник прокурора республики Елена Дармограева. В ходе проверки было установлено, что в июле 2021 года женщина обратилась в учреждение пенсионного фонда по Карачаево-Черкесской республике с заявлением о назначении ежемесячных пособий на троих детей в возрасте от 8 до 17 лет. Однако в предоставлении мер социальной поддержки в виде выплаты пособий заявительнице было необоснованно отказано по причине наличия брачных отношений. С целью восстановления прав многодетной мамы Усть-Джикутинский межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением. Исковые требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. Жители Карачаево-Черкесии могут присоединиться к акции «Лес во имя любви», приуроченной ко дню семьи, любви и верности. Всем желающим предлагают подарить любимым и родным людям сертификаты на настоящие деревья, которые высадят волонтеры на пострадавших лесных территориях. Присоединиться к акции и посадить в честь близких семейный лес можно до середины июля. Для этого необходимо на сайте посади-лес.ру выбрать желаемое количество деревьев и внести пожертвования на их посадку. Чтобы саженцы окрепли и стали деревьями-долгожителями, при оформлении сертификата можно добавить поддержку агроуходов за ними. В Черкесске до 21 июля проходит ручной сбор амброзии, являющийся сильным аллергеном. В городе работают три пункта приема карантинной растительности. В каждом из них заодно вырванное с корнем растение высотой не менее 15 см можно получить 30 копеек. Палатки с соответствующим логотипом установлены около лицея номер 15 по улице Даватора в районе городского дворца культуры по Гутякулова 2Б и на Первомайской 51 около здания ГТРК Карачаево-Черкесия. Они работают в будни с 15 до 17 часов. МВД по Карачаево-Черкесии информирует, что в связи с проведением работ по замене участка теплотрассы 7 и 8 июля ограничено движение транспорта на участке дороги улицы Ворошилова от дома номер 3 до дома номер 5. Просьба к автомобилистам с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее выбирать пути объезда. Спрос на курорты Карачаево-Черкесии в летний период повысился на 14%. Согласно аналитике сервиса Big Data МТС, республика вошла в число популярных направлений для летних путешествий. Треть аудитории летних путешественников составили туристы от 35 до 44 лет, а около 25% турпотока пришлось на путешественников от 25 до 34 лет. В среднем гости проводят в республике два дня и чаще всего путешествуют на собственном автомобиле, фиксируют геоаналитическая система. Спортсмен из Карачаево-Черкесии завоевал золото чемпионата по джиу-джитсу, который прошел в Краснодаре. Воспитание комплексной спортивной школы «Победа» Азамат Кубанов после длительного перерыва вернулся в спорт и стал чемпионом. Всего в состязаниях принимали участие 700 лучших борцов со всей России и ближнего зарубежья. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 32, в горах местами до 23 градусов. В Черкесии во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 32 градусов. В течение суток, 8 июля, в северной части Карачаево-Черкесии высокая пожароопасность, 4 класс. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.